Закончился второй сезон работы Школы полезного досуга «Альтернатива» для людей серебряного возраста. Ее ученики занимались уроками английского языка, компьютерной грамотности и увлекательного вязания, а также посещали художественную и гончарную мастерскую. Школа полезного досуга «Альтернатива» – это проект, который дает возможность пожилым людям посещать бесплатные занятия в творческих мастерских, изучать компьютерную грамотность и английский язык. Занятие иностранным языком улучшает память и концентрацию внимания, развивает познавательный интерес. Do you speak English? На этот вопрос наши ученики серебряного возраста ответят утвердительно. Очень полезный проект, очень хочется, чтобы он продолжался, очень грустно, что он закончился, и мы надеемся, что он будет продолжаться и дальше. Это очень нужно, это очень полезно для тех людей, которые действительно вышли к пенсионному возрасту, и у них есть прекрасная возможность занять себя, провести приятное время, познакомиться с новыми людьми, общаться в новом коллективе, делиться какими-то знаниями, приобретать что-то новое. Это очень интересно, обязательно это очень нужно, уделять вот это время именно людям, которые подошли к пенсионному возрасту. Это большое благо, большой плюс, большое начало, которое нужно продолжать. Да, обязательно надо продолжать. Социальный интернет, который доступен всем. В школе «Альтернатива» пожилым людям преподают компьютерную грамотность. Интернет очень актуален для людей в возрасте. Ведь наши дедушки и бабушки при помощи своего домашнего компьютера сумеют найти самые выгодные рейсы, купить и распечатать билеты, оформить бронь на отель и экскурсии. И без труда научить этому своих внуков. Мне 82 года, я занимаюсь на компьютере, но большинство на телефоне. Нам полезно, развиваемся. А что теперь? Не помирать же нам еще рано, как говорят. Живите бабушке. С трудностями гончарного ремесла своим ученикам помогает справляться Наталья Незнамова. Лепка или гончарное дело помогает сохранить мелкую моторику рук и стимулирует головной мозг. Возрастных ограничений в работе с глиной не существует. Возрастные ученики осваивают не только инвентарь гончара, но и сам дух творчества ручной работы над чем-то красивым. Кладывают душевное тепло и фантазию. Здесь только практика, как говорится. Метод антропы, ошибок. Своим преподавателям живописи Екатериной Локтевой амурчане серебряного возраста восхищаются. Педагог раскрывает творческий потенциал в каждом своем ученике. Рисование всегда будет полезным занятием в любом возрасте, так как приносит людям массу удовольствия. Я хочу еще научиться рисовать, чтобы портрет, чтобы карандашом рисовать, чтобы там акварелью, какой-то масляной все. Потому что вот кто долго в нас ходили, прям мне просто нравится. Во-первых, это развивает и мозг развивает, и руки. Я первое, когда взял, там руки вот так вот тряслись, все. Таз уже более-менее, уже кисти, все. Это, конечно, это вообще, я всем рекомендую, чем-то заниматься. Вот правильно у нас, вот, Марине большое спасибо, Есофеевой, что вот такую программу сделала, что, пожалуйста, там и лепят, и шьют, и вышивают. И это же занятие, когда человек чем-то занимается, он, во-первых, меньше стареет, меньше болеет, меньше о чем-то плохом думает. В общем, я желаю всем, чтобы обязательно чем-то занимались. Казалось бы, все наши бабушки виртуозно владеют вязанием. Но этому полному концентрации внимания и искусству также нужно учиться. Вязание полезно для людей за 50. Благотворно влияет на работу организма в целом, улучшает внимание и память. Но и это еще не все. Вязание значительно снижает частоту сердечных сокращений. Мышцы расслабляются, и вы получаете удовольствие от отдыха и процесса творчества. Я благодарна всем, кто этот проект начал. Потому что благодаря этому проекту сегодня ежедневно у меня плановое задание – рисовать три рисунка. Я их рисую. Потому что, вы знаете, отдыхаешь. Вот отдыхаешь. И реализовываешь себя, потому что ты где-то, ну, людям нужен. Ты через рисунок можешь показать себя, показать свою душу. И впоследствии вот эту красоту, которую ты перекладываешь на полотно, подарить миру. Ученики серебряного возраста благодарны проекту, своим педагогам, тем, кто уделял им столько времени. Ведь пожилому человеку для активности и полноценной жизни нужно немного. Внимание и наставничество. Образовательный проект «Школа полезного досуга альтернатива» начал свою работу под эгидой автономной некоммерческой культурно-просветительской организации «Культура плюс». Фонд культурных инициатив объявил конкурс на написание гранта для поддержки и продолжения таких полезных проектов. Нужно и необходимо. И востребовано. Потому что те люди, которые к нам приходят, они очень эмоционально говорят о том, что это очень нужное дело, для того, чтобы их жизнь была довольно-таки интересной. И они могли провести это время с пользой для себя и насытить свою жизнь какими-то увлечениями. Эти средства позволят, во-первых, расширить мастерские, мастерские площадки. Затем позволят нам сделать проект более масштабным. Более таким, мы можем закупить побольше материалов, каким-то оснастить мастерские наши. И, возможно, какие-то поездки интересные организовать. Самое главное, что все грантовые средства пойдут для улучшения жизни, качества жизни наших амурчан серебряного возраста.